Друзья, я рад всех приветствовать на своем канале и сегодня решил снять видео по поводу вложения денежных средств в Филателлию, а именно в почтовой марке СССР и Царской России. Значит, опять же таки, это мое личное мнение, я не хочу никому его навязывать, не хочу никаких выводов по поводу того, стоит вам приобретать марки или нет, или какие-то нравоучения вам высказывать. Мое мнение следующее, марки на сегодняшний день не приносят прибыли с точки зрения, если вы занимаетесь бизнесом в плане Филателлии. Объясню почему. Марка сегодня очень дешевая, то есть мы их покупаем, это все знают, перекупщики 30 копеек и дешевле. Конечно же, речь не идет сейчас о тех марках, которые стоят очень большие деньги. Второй очень самый неприятный момент, это конечно сохранность марок, потому что в отличие от нумизматики, марки нужно хранить правильно. Проветривать, клясеры все время должны проветриваться, должна быть определенная температура, это очень неудобно. Марки вот видите, да, лежат в коробке, у меня их около 6000, часть я продал, вот около 6000 осталось, очень много продал. Но продал как? Я их купил там по 30 копеек, например, да, а продавал там по 40-50, ну то есть мое мнение однозначно нет. Я с марками вообще, когда слышу слово марки, когда мне звонят по объявлению, я их не хочу покупать, потому что с ними столько мороки. Конечно же, вы можете не согласиться, потому что, может кто-то не сталкивался с такими количествами. За несколько лет занятием скупкой старых вещей, я понял, что марки это не та тема, на которой можно заработать хорошие деньги. Еще раз повторюсь, неправильное обращение, падение марки, случайный зацеп приведет к тому, что цена марки, которую вы купили, к примеру, за 50, 20, 30 долларов, просто обесценится. Вот такое видео. Понравилось вам или нет, напишите в комментариях. Это видео для тех, кто хочет заняться бизнесом в области антиквариата и конкретно по филателии. Это мое личное мнение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья, до новых видео.